На манометр котельной судостроительного завода сегодня никто не смотрит. Специалистам это не нужно. Показания приборов теперь считывает электроника. Отображаются важные цифры на мониторе перед старшим смены. Месяц назад, чтобы держать на контроле работу котельной, Илье Клубкову за смену приходилось нахаживать около пяти километров от одного датчика к другому. С установкой системы со стула практически не встает. Да и переучиваться не надо было. Немного нюансов. Все понятно, все просто. Я не знаю, я с компьютером всегда просто, и мне хоть что-либо понимаю быстро, разбираюсь быстро во всем. Скучно не стало, это с работой есть работа. Новую систему диспетчеризации внедряли в течение полутора лет. Она – разработка местных инженеров. Обошлась предприятию в 400 тысяч рублей. Все затраты возмещались за счет прибыли завода. Теперь руководство планирует усовершенствовать оборудование так, чтобы выжимать из угля максимум энергии и превратить котельную в образцово-показательную. Я, например, лично для себя взял, для примера, котельная, город Харбин. Котельная находится в центре Харбина. У нее стилистика под офисное здание или какого-то института. Заходишь вовнутрь, стоят котлы. Все системы автоматизированы. Все это видно, чистота порядок. Такой подход руководство очень ценят в городской администрации. Он приводит, в первую очередь, к экономии денежных средств. Это минимизация этих же аварийных ситуаций. Экономия электроэнергии, топлива. Здесь, опять же, контроль. Это архивация всех данных. То есть мы можем отследить параметры работы котельной в любой момент. Котельная судостроительного завода, кроме самого предприятия, обеспечивает теплом шесть многоквартирных домов, два детских сада и спортивный комплекс. С новой системой стабильное тепло в них гарантировано на 100%. Ольга Савина, Денис Лугов, программа «Город».